Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Сегодня я истории снимать не буду, а все сниму вот сюда. Сейчас я накрасилась и буду снимать для вас мукбанг с курицей. Очень вкусный рецептик. Ссылочку, кстати, оставлю здесь тоже. И буквально где-то через час-через полтора должна прийти Фатя. Мама приготовила ей кутабики, точнее готовит для ее канала. Один раз мы снимали для моего канала, и это видео прям взорвало. И мы с Фатей решили, что сегодня будем снимать для ее канала тоже кутабики. Очень надеюсь, что вы посмотрите, что вы оцените и что вам понравится. Мама как раз-таки сейчас занимается тем, что готовит их. А я тем временем смонтировала видео для маминого канала. То есть услуга за услугу. Мама готовит еду для моего канала, а я монтирую видео для ее канала. Вот, я смонтировала рецептик, который сейчас выложу и сниму для вас мукбанг. Сегодня истории будет мало, потому что снимаю для вас влог. Короче, вот так вот, ребята, я накрыла здесь себе на стол. Это блюдо, которое приготовила мамочка с курицей. Может, даже мукбанг буду снимать для вас, но просто решила во влоге тоже показать. И здесь, значит, я отвоевала два таких лаваша. Они с зеленью, потому что мама готовила кутабики, и я ее попросила сделать два лаваша, потому что лаваш макать в эту прекрасную еду. Очень прикольно. И я здесь, значит, загружаю для вас видео. С минуты на минуту где-то через, наверное, час должна прийти Фатя. И мы с ней будем снимать видео для ее канала. Как у меня говорит мама, даже во влогах ты ешь. Ну что поделать, ребята? Ну что? Что же сделать? Очень вкусный этот соус здесь. Курица. Просто я вот так вот макаю. И я еще сегодня хочу снять видео для вас в Инстаграме спрашивала. Видео, как стать блогером, какие секреты существуют, вот как продвинуть свой канал, начать зарабатывать и так далее. Я хочу сегодня снять это видео, потому что обещала вам, я поставила опросник. Стоит ли снимать подобное видео или нет? Многие ответили, что да, стоит, конечно, снимем нам интересным. Но я думаю, почему бы не снять. Потрясающая погода на улице. Настолько надоел карантин, что вот он где сидит у нас. У всех. Здесь у нас готовится кутабик. Он не подгорит. Нет, еще. И здесь у нас еще готовые. Вот. Будем снимать мукбанг. Как они пахнут. Мам, ты маслом не мазала, да? Нет, еще. При подаче будем мазать маслом. Сейчас, ребята, произошел не очень приятный такой инцидент, так можно сказать. Мне написали неприятные комментарии в ТикТоке. Написал парень, у которого тоже 100 тысяч где-то подписчиков. Блогер. Я его первый раз вообще вижу. То есть, честно, никогда в рекомендациях он мне не выходил. И у меня было видео, где я показываю флайки в ТикТоке. Обязательно подписывайтесь на мой ТикТок. Вот. Я показала в конце азербайджанский флаг, потому что я лесгинка. А лесгинского флага, я не знаю, там нету просто в смайликах этого флага. Вот. И я, получается, показала азербайджанский. Видите ли, ему это не понравилось. Он мне написал куча оскорблений. Ну, в общем. Я его заблокировала, но моему парню это очень не понравилось. Вообще раздражает, когда он видит где-либо какие-то негативные комментарии в мою сторону. И он очень бесится. Он хочет найти этих людей. В общем, он не может смириться с тем, что я блогер. То есть, я не могу нравиться всем. Естественно, будут люди, которым я не нравлюсь. Из 100 людей, может быть, не знаю, 3-5, напишут какую-то гадость. Но не бывает так, что ты всем нравишься, что у тебя прям все шикарно, все окей. Вот я думала, что Тодоренко, например, нравится всем. А как оказалось, нет. Вот. И поэтому он меня заставляет, так сказать, в ТикТоке закрывать комментарии, чтобы лишний раз он не видел это, не нервничал. Но мне, в принципе, если честно, как бы без разницы. Я могу закрыть комментарии, но просто есть куча людей, которые пишут мне хорошие комментарии. Которые пишут мне комплименты, мотивируют меня. И, с одной стороны, это немножко обидно, но я понимаю, что ему тоже это неприятно. Он меня любит. И как бы его трогает то, что кто-то что-то плохое может написать в мой адрес. Да. Мне кажется, чем больше подписчиков, тем больше будет каких-то негативных моментов. И с этим нужно как-то мириться. Но пока что он мириться с этим не готов. Поэтому, ребята, мне придется закрыть комментарии в ТикТоке. Раньше тоже были закрыты, но в последнее время, можно сказать, 90% комментов в ТикТоке. Они у меня положительные. И из-за какого-то такого вот больного человека, который написал гадости, мне приходится закрывать. Да. Не знаю, как будет дальше, но пока что вот так вот. А я тут, короче, решила составлять для вас пункты. Буду снимать сейчас видео, как продвигаться на YouTube. Что для этого стоит делать, какие существуют секреты. Я у вас спрашивала в Инстаграме. Кто-то пришел с клубничкой. Два с половиной килограмма. Надеюсь, крупный ты купила? Да, крупный. Давайте проверим. Мы сначала сняли кутабики, а сейчас будем снимать с клубнику. Ой, со сливками. Какой аромат стоит. Но она не очень крупная, Фась. Ты где купила? Аромат какой стоит. Обалдеть. Сейчас помоем и будем снимать. Смотри, ты ведь посмотри в этот? Короче, пачечка у меня. Это авторское право в моей руке. Он спрашивает, ты пил? Мне на нерве. Он спрашивает, ты пил? Он говорит, нет. Он его так нюхает, полицейский. И там включается такая романтическая песня. Какая клубника, ребята? Клубничку уже жрёшь. Там она моется, ты тоже можешь захватить её. Нет, я хочу выиграть тебя. А что, опять челлендж? Как мы поставим клубники? У нас здесь вот клубника. И у нас такая дилемма. Фатя хочет снимать челлендж. Кто больше съест. Но я думаю, что здесь разный размер клубники. Например, Фатя может съесть вот такой. Например. А я вот такой. А этим мы будем заправлять. Крем президент. От президента. Она не знает сколько. Ну, где-то Монат 6, мне кажется, она стоит. Фатя сейчас сделала комплимент моим носочкам, которые подходят под мои брюки. Фатя, ну я такая. Да мне Бог разрешил. Я такая стильная. Смотрите, какие носки. У вас есть такие носки? У вас нету их? Потому что они у меня. Вот так. И в конце каждого влога я вам буду показывать покупочки мои. Потому что не всем покупочки интересны. Поэтому вы можете досмотреть до этого момента. И дальше уже не смотреть. Как вы знаете, я часто заказываю что-то от Файберлик. И наконец-то мой заказ пришел. Хотя я его заказывала еще до карантина. Но пришел только сейчас. Потому что я не хотела рисковать и встречаться с кем-то. Ну, в общем. Заказала я себе три крема. Кто смотрит мои влоги, тот знает, что вот такой вот у меня уже был. Точнее, мама у меня его отжала. Он обалденно просто пахнет. Я просто в восторге от него. Вот эта новиночка. То есть никогда не заказывала. Вообще все эти три никогда не заказывала. Этот аромат мне не понравился. Не могу ничего плохого сказать. Просто эти фрукты не являются моими фаворитами. А этот, это вообще что-то с чем-то. В общем, нравится. Еще я купила себе такой спрей. Он как бы из одной серии. Вот с этим кремом. На лето спрей вообще то, что надо. Я очень люблю душиться чем-то. А это, знаете, когда жарко, вы на улице просто пшикаетесь этим спреем. И все, вуаля, жизнь удалась. Также я придаю огромное значение свежему дыханию. Это такой как бы спрей для рта. Чтобы хорошо пахло изо рта. Дальше, значит, здесь два крема. Один дневной, другой ночной. Из серии, кислородной серии. Не могу сказать, что я в восторге. Почему-то мне немножко жжет глаза, когда я использую этот крем. Может быть, это связано не именно с этим кремом, а, например, с тоником, который я тоже недавно купила. Кстати, забыла вам показать. Ну да ладно, потом как-нибудь покажу вам. Ну, в общем, тестирую, если понравится. Буду еще заказывать себе. Очень быстро впитывается. Это плюс. Дальше был вот такой вот аромат. Супер дешевый. Ванила из серии Faberlic Aromania. Очень сладкий. Прям приторно сладкий, но очень стойкий. Кто любит сладкие ароматы, не уверена, что этот аромат вам даже понравится, потому что он очень сладкий. Дальше здесь два аромата от Golden Rose. Один вот этот вот, он у меня был. Вы знаете, что мне он очень нравится. Red Rose. И еще я купила себе вот такой Violet Mist. Нравится мне, но больше, если честно, нравится этот. Но я для коллекции хочу купить все четыре. У них там всего в серии четыре штуки. Надо взять все. В общем, на этом все. Вот это вот и были мои покупочки. В конце влогов я буду вам показывать покупки и одежды, и обуви. Короче, все, что я купила. Кому интересно, тот будет досматривать до конца. А кому нет, те будут выходить. В общем, как-то так. Всем желаю удачного дня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока.